Всем привет из Киева, столицы Украины! С вами Виктор Фурсов и сегодня производим запись этого эфира. Начинаем как раз эфир. Я записываю на две камеры. Один у нас идет на телефон, запись прямого эфира в стриме. И сегодняшний стрим называется Шешни монстры в Киеве. Битва за Берлин. И тот, кто еще не спит, сможет посмотреть сегодняшний мой репортаж буквально почти что с места событий после борьбы с шешнями в городе Киеве. Точнее говоря, в направлении Нежина около села Макаровка. Те, кто знает эти места. Вот они шешни, вот эти вот шешни. Вот те, кто на стриме может посмотреть. Вот они сидят в коробочке уже. Те, которые не сидят, мы их еще сейчас посмотрим. Итак, шешни. Осенью шешни стали проблемой. Потому что их стало больше. Я сижу на своей кухне после тяжелого трудового дня. Мои друзья пригласили меня на ликвидацию гнезда шешней, которые завелись на чердаке. Я записываю на стрим и на видеокамеру. На видеокамере получается немножко гораздо ярче картинка. А в стриме для людей могут зайти на стримы посмотреть про шешни, которые здесь сидят. Сейчас они появятся из вот отсюда. Вот отсюда, вот там. Вот там они в коробочке сидят. Но, конечно же, это была тяжелая работа. Поэтому я испарился буквально, наверное, на литр воды. Из меня испарилось в моей одежде. Поэтому я попиваю вот сок виноградной яблочной. И, конечно же, попиваю чаек с украинским медом. Почему стрим называется Битва за Берлин? А в записи назовем еще поинтереснее. И шешни монстры. Потому что они стали монстры! Да-да-да-да! Три раза повторяю. И это не преувеличение. Потому что они сидят здесь. И сейчас вы их увидите. В стриме мы вот можем показать вот эту вот маленькую шапочку. Это вершинка. Это всего лишь вершинка того большого гнезда корла, которое удалось ликвидировать, извините за выражение. Потому что они вредили хозяевам. А если они живут около дома, то приходится их ликвидировать. Шешни, они кусаются. И просто кусаются. Они жалятся. Они жалятся. Они очень сильно жалятся. И это не преувеличение, потому что хозяев ужарил шешень. Да, два раза. Шею, 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 шею. И это вызвало то, что меня пригласили, потому что шею оказалось очень больно. И не просто больно. Пришлось вызывать скорую помощь. Ну, у нас скорая помощь в село не приезжает, поэтому пришлось на такси везти человека, скорую помощь, колоть его уколами, и еще на полторы тысячи покупать ему лекарства на неделю, чтобы вывести из этого состояния. Потому что, если шешень, он не маленький, он в 4-6 раз больше медоносной пчелки, ужаление будет уже в 6 раз больше. И для этого меня и призвали. И вот некоторые сидят, тот, кто не в стриме, будет сразу видеть, и в стриме я их сразу покажу. Вот шешни, здесь у меня сидят в баночке, и сейчас мы их посмотрим, сейчас мы с ними поиграемся. Тех, кто не знает, как играться шешнями, и кто из них кто, не советую трогать их. Вот мне комментарии пишут по-английски. Thank you very much. Yes, yes, yes. I'm speaking Russian, sorry. Maybe next my video will be in English, because today this was day with adrenaline. Сегодня был день действительно с эндрой адреналином. Один из энтузиастов-человодов, любителей шешней, написал по-английски мне большой привет. Потом посмотрю, пиши. Please write your comments. Comments will be under video, because this comment on the screen just disappearing very quickly. Comments are very valuable. They're just improving video. It's pushing it's pushing video forward to show it to other people. Well, what's... Так, pardon, sorry. I will speak Russian. Буду говорить таки снова по-русски. Это меня удивило, что кто-то меня увидел и написал комментарий по-английски. Для меня перейти с одного на другой язык большое удовольствие. Но отдельно, если вы хотите услышать мои английские видео, будет другое видео. Итак, что же произошло после того, как он уже... Расскажу весь процесс. Для тех, кто в танке, кто хочет вдруг неожиданно побороться со шершенями, не советую, не советую, не советую в стриме, и не советую в записи. Что сделал человек? Конечно, он упаковался в ОЗК, надел шапочку, надел шапочку, надел перчатки и надел, как у Остапа Бендера был водитель, а дел защитные мотоциклетные очки. Но шершень, 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 шершень нашел себе местечко маленькое на шее. Хорошо, что он не ужалил в губы, ни в нос, ни в глаза. Но глаза были защищены, как у водителя Остапа Бендера. И человек, слава богу, не упал, не упал просто с лестницы, которая, надо сказать, он не летел тем самым ласточкой просто с этого лестницы, потому что с лестницы было бы высоко падать, не поломал ноги и руки. Не советую, если вы не знаете, как бороться, как ликвидировать шершень, это делать. Вот они, вот они сидят здесь жужжат. Это еще малыши, малыши, а я же называю монстры, потому что оказалось, что сейчас монстры, да-да-да, потому что летом они были еще маленькие, такие маленькие шершни, а сейчас они стали монстры. Вот тут у меня сидят шершни, которых я показываю, вот это вот на стене, это наездники, которых я исследую в институте, а шершни это просто вот для дней науки я специально подготовил вот эту экспозицию для наушных пикников у нас будет на выходной как раз наушные пикники, вот, чтобы деткам показать для развития личности, как говорится, не трогай шершню, укусит, укусит. Итак, если вы не знаете как с ними общаться, лучше не лезть, лучше вызвать человека, который вроде меня или меня и человек может помочь, может человек и не знает, как помочь. Если вы просто оденете вот такую вот защитную сеточку, как у пчеловода, вот у меня есть такая сеточка, сейчас я ее попробую снарядиться, и она очень смешная, у меня нечто подобное было, но гораздо более современная вот эта сеточка, которую мне подарил американец Дэйв, видите, это для пчелок, тут даже такими с ручками, но мордочка так защищена, все-таки, все-таки, а человек залез даже без сетки, его просто в шею укусил шершень, но чтобы ручки были тоже защищены, но у меня было специальное оборудование, надо сказать, очень специальное оборудование, и защита была очень крепкая, поэтому шершни-монстры не выдержали и сдались, поэтому битва за Берлин была кровопролитная, почему я так и называю виды, очень сильная была борьба, я промок до нитки, а шершни пришлось переселить в контейнеры, сейчас мы их будем показывать, мои дорогие друзья, и в записи, и в стриме, вот один человек смотрит, кто-то в стриме еще посмотрит, потому что они сидят у меня здесь в коробочке, вот здесь они у меня сидят в баночке, и в это они ходят, для тех, кто знает, что это за длинноусы и шершни, которых можно не бояться, тот, конечно, не удивится, потому что здесь сидят длинноусы и шершни, которые самцы, но если вы не знаете, кто такие самцы и кто такие самки, лучше не экспериментировать, не советую, самок мы сейчас посмотрим, здесь у меня застывшие самки, и так, пришлось залезть на чердак и поубирать вот такие соты, и надо сказать, гнездо было не маленькое, вот сейчас попробую в кадре показать, оно было вот такое, вот такое, вот как я не помещаюсь в кадр, оно было вот такое, вот видите, тут сколько, раз, два, три, ну сантиметров сорок в диаметре, вот такое было огроменное гнездо, и думаю, что пришлось ликвидировать где-то 400 шершни, как минимум, потом напишу в другом видео, сколько же их оказалось, ну вот тут у меня есть соты, которые могу еще и сот другой показать, но я так не стремлюсь их показывать, тут вот только у меня есть один, такой самый безопасный, из которого никто не вылезет, но уже там один хочет вылезать, потому что будем за ними наблюдать, один уже грызет себе дырочку, один грызет себе здесь множество коконов, вот это практически с личинками, вот там сидят маленькие личинки, не самые огромные, вот покажем в записи, там сидят личиночки, мы их еще пока посмотрим на дневном свете, днем лучше смотреть, вот там сидят личиночки, сидят личиночки, вот такие вот есть столбики, за столбики гнездо придерживается обычно под крышей, или к стене приделываются, вот такие специальные бумажные деревянные столбики, которые крепкие, но это они уже обрываются, понятное дело, не, уже оторванные, а так их несколько столбиков, раз, вот десяток, наверное, столбиков, и гнездо крепко держится, и в гнезде вот выпадают личинки, их не кормит же никто, ну и мы закроем гнездо, потому что тут один шерст не хочет вылезти, вот, чтобы он не вылез, чтобы он не вылез, мы его закроем, посмотрим других, сейчас посмотрим их крупным планом, и не удивляйтесь, так, этого мы отставляем, самого, которого легко показать, вот тут вот тоже кто сидит в коробочке, тоже сидятся шерстные, ну вот это сидят самцы, самое главное, что было, сегодня было очень много самок, почему монстры, я сказал, потому что они реально были монстры, я не ожидал, что их будет столько много, но их было, наверное, около сотни, ну, так, 60, как минимум, их было, потому что пирожков вот таких вот сот было 6-7, сейчас я их разложил тут по разным контейнерам, и между кайфкой, между каждым где-то был по десятку самок, которые очень крупные, и надо сказать, вот некоторые у нас тут есть погибшие, сейчас мы их посмотрим поближе, погибшие, а вот есть еще и живые, да-да, мои друзья, и показываем ужастик, показываем ужастик спокойном состоянии, вот тут в контейнере, в контейнере находится все гнездо, больше килограмма, где-то, думаю, полтора килограмма, как минимум, гнездо, тут личинки, когда приходилось изгонять экологически чистым методом, шешни не затравливая ядом, чтобы самого себя не затравливать, и шешни потом показать вам, многие из них прятались, потому что вот такой вот сот, и многие, шешни просто раз туда залезали мордой внутрь, мордой внутрь, в ячейку, и сидели, высунув хвостик, высунув хвостик, и не всех удалось вынуть, многих пришлось вынуть, ну, часть соты я вот сложил в контейнере, но я был в экипировке, поэтому там было не страшно, а сейчас я без экипировки, сейчас я не буду открывать контейнер, не беспокойтесь, чтобы меня никто не съел, потому что шешни монстры могут съесть, а они, самки, крупнее вот этих самцов, в два раза, сейчас мы покажем самца, самца можно показать, самец все-таки не монстр, хотя он не маленький, оказалось, что самцы самые разные, могут быть большие и маленькие, вот тут, тот, кто не знает, как общаться с шешнями, лучше не общаться, я вот видите, ловлю, раз, жужжит, но не кусается, потому что самец не кусается, но он пытается меня так своей попкой покусать, пытается, конечно же, это я показываю для видео на стриме, так, мы 12 минут уже в стриме, между прочим, у него длинные усы, он пытается меня покусать, но я знаю, что это самец, а самка, самка уже королева следующего года, она минимум в два раза крупнее самца, он пытается меня и жвалами покусать, но он такой все-таки, я немножко терпеливый, и я знаю, что он меня не прокусит жвалами, все-таки он, думаю, что раза в два меньше японского шешни, и это только самец, вот, я очень аккуратненько, они более тоненькие, а жвалы даже посильнее кусают, они более тоненькие, и жалов у них нету, не советую экспериментировать, если вы не знаете, кто такие шешни, потому что, если укусит рабочий особь, который тоже маленький, самцы могут быть даже крупные, весьма такие здоровенные самцы, вот такие, вот видите, вот я для стрима показываю парочку самцов, а сам их сейчас покажу в контейнере, самки в контейнере сидят, я их не буду вынимать, не, 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 вот самцы, вот пожалуйста, гуляют, вот тут гуляют, их туда вот раз, вот так вот бросаем, вот так вот бросаем, вот один улетел, подлый трус, вот он будет создавать нам звук, и ужас придавать, ну, лучше говоря, конечно, не грозно выглядят, и так, если не знаешь, что это самцы, то можно, как говорится, если тот, кто не знает, может и в штаны наложить, от ужаса, потому что они не маленькие, и жужжат страшно, вон там самец, почти что один здоровый такой, почти что как самка, ну, чтобы они все-таки не летали, один, чтобы не пугали меня тут на кухне, да, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот один, вот в бутылочке ходит, вот такой вот здоровенный, почти что как, почти что как королева, почти что как королева, самец, точно самец, могу показать, пока я раз уж снимаю в стриме, покажу, ну, давай, ну, там еще один кокон есть, вот который я подозреваю, в дух из того кокона не самец вылетит, а этот самый, а самочка, то будет весело, ну, нужно будет быть осторожным, чтобы закрыть, закрыть этот контейнер, ну, давай, давай, вот пинцетико меня тебе тут, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, мы с тобой, иди сюда, иди сюда, попался, который не кусался, но я знаю, что ты самец, вот самца можно потрогать, вот такие фокусы, это как фокус Дэвида Копперфильда, с тем, что не страшно, да, а вот все остальные, вот сражения за Берлин, вот здесь вот контейнеры, и некоторые, они тут так вот ходят, ходят, сейчас они успокоились, вот видите, этот самец такой немаленький, я еще про них сниму отдельный сюжет, если они так посидят здесь в спокойном состоянии, потому что они, когда удаленные из гнезда, насекомые, особенно общественные, они просто погибают, они погибают, они, у них кончается смысл жизни, вы их отсаживаете в контейнер, даете им еды, они не, обычно больше недели не живут, даже если вы им там, ну я вот лично им давал меды, максимум выдерживают где-то неделю, потом у них кончился смысл жизни, и они просто погибают и самки, и рабочие, и самцы, он пытается меня хвостиком так ужалить, как бы напугать, но я-то знаю, что у тебя хвостик просто колючий, а жала нет, у тебя длинные усики, потому что ты самец, и тоненькое пузико такое, это вот поэтому самца, вот перед видеокамерой можно показать, ну здесь я в стриме показываю, ну пока что у нас не очень много людей смотрит, а записи зато можно посмотреть, будет про монстров, так, отправляйся, тут в контейнере у тебя свежий воздух, и сейчас надо будет, так, самки тут нету, нету, отправляйся, пока тут все сидят самцы, надо будет контролировать ситуацию, кто вылупится из кокона, и так, а самки сидят вот тут в контейнере, вот, можно их так просто постучать, о, басовитые, ну-ка, басовитые, покажитесь-ка вы, мои друзья, ух, таки, дрёна феня, я дрёна феня, их тут больше десятка, нужно будет потом их отсюда извлекать, завтра по утру, вот-вот-вот-вот, я в стриме, здесь мне легче показать, в стриме видно, но это с правой стороны, самец, а вот тут вот самочка сидит, самец, вот это самочка сидит, а вот это самец, так, что тут еще, где-то с другой стороны, вы видите, главное не открыть контейнер, он хорошо скотчем закрыт, о, а тут у нас этикетка, это у нас такие, шершневый олей получился, вот-вот-вот, сейчас в центре появился у нас, на стриме пробегает самец, ну, самец тоненький, стройненький, а вот сверху, 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 смотрите, монстр, монстр-самка, вот она, вот она, сейчас мы покажем, вот так вот, для камеры тоже надо показать, вот, тут хорошее освещение, тут лампа сверху лучше светит, так, ну-ка, ну-ка, вот они, вот они ходят, смотрите, вон, видите, там в ракурсе такие, монстрики ходят, это я специально для камеры показываю, кто сидит в контейнере, ну-ка, двигайтесь, с утра, может быть, лучше будет, но с утра будет другое настроение, ого, бегают, бегают, это я там показываю специально для камеры, довольно крупные, и вот таких монстров, как я сказал, было много, почти что под сотню, но где-то под 60 экземпляров точно было, сейчас тут у нас разряжается батарея, ну, человек пишет, очень энтузиаски, репорт, однако, не понимаю ничего, ни слова, потому что это кто-то американец написал, sorry about it, I will speak English in next video, so I will stop this video, and will do a next video in English, don't worry, не понимаю ничего слова, ну, понятно, я же по-русски говорю, не по-английски, а для тех, кого я по-английски говорю, вы понимаете, русскоязычная аудитория у нас не спикает по-английски, поэтому, если я всем буду спикать по-английски, то поймёт тоже треть населения, о, вот, 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 на скотче, раз, два, это в стриме, чтобы показать, это не в стриме, это в записи, раз, два, три, вот они, вот они ходят, монстрики, смотрите, 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 вот они, вот это, кто-то, тут вот один тоненький самец, а вот, самочки, они когда только что принесённые, вообще так гудели, как моторы, вот, 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 на камере там немножко, вот он, вот он, вот он, вот он пошёл, и вот он пошёл, вот он, вот он, монстр, монстр самка ходит, а это вот самец, а вот это самка, вот, видите, на свет, на свет, на свет, это тоже жжит не самка, это самец, но надо ликвидировать, чтобы со страха не умереть, а то ещё, так как зажжит все, но буду убирать, Это удрал один самец у нас Потому что шершни любят летать на свет И поэтому для обитателей дачи, которых пришлось убирать Они вредили и даже, вы понимаете, вечером Включаясь свет, они прилетают на свет Поэтому шершнями пришлось бороться И вот они поэтому сидят в контейнере и самцы, и самки А поскольку конец сезона, в конце сезона появляются вот такие вот монстры Просто в середине лета еще монстров нет А вот сейчас вот эти монстры, которые больше самцов в два раза и больше рабочих Рабочие вообще были такие рабочие особи, были микробы Ну, раз-два, в четыре раза меньше, чем матка В два раза, а матка королева Но эти королевы, по идее, должны разлететься, найти укромный уголочек Где-то ямочку себе порыть Под корой сделать ямочку Или залететь на... опять же, снова залететь на крышу, где сухо и дождя нет И грибы не прорастут, не грибы, потому что насекомые боятся грибов А грибы сразу... и насекомое сдохло, попросту говоря Гриб в спор попадает, замокает, замокает насекомое И сдохло, и сдохло А сухость, это самое лучшее И на крыше там они спокойненько так себе перезимовывают А матки вот эти вот монстры, ну, пошуржите, пошуржите Кстати говоря, тут еще были другие косы Пелопеи Пелопеи из, по-моему, вот из Пампелия Из Фицит Пелопеи было глиняное гнездо Но я его тоже собрал, чтобы вам показать Пелопеи Еще были полистые, маленькие такие гнездышки, крохотные Ну, которые тоже в шесть раз меньше, чем шешни Потому что шешни здоровые Ну, мы уже их посмотрели Вы уже обратили на них внимание, что они не маленькие Что они гуляют по контейнеру Вот, вот, видите В записи будет хорошо видно, как Это самец сверху гуляет по контейнеру Кто гуляет по контейнеру Ну, они обычно забиваются между сотами Между вот этими лепешками такими И прячутся, потому что все-таки Ночь они его тоже воспринимают Это я на ярком цвету их показываю Так, так Кто летает? Летает самец Надо будет ловить Итак, вот такая сегодня была экспедиция По отлову шешни Итак, поэтому сегодня первый стрим Будет продолжение Вот тут у нас, друзья мои Погибшие шешни Погибшие Уже не ужалятся Но я не советую повторять Потому что Сейчас мы посмотрим Некоторые из них Повысовывали жало Вот какая самочка Где тут экранчик Вот эта вот самочка И вот эта самочка Она больше вот этих, которые в коробочках В два раза Больше в два раза Они по высову лежали А если самочка еще не умерла Она имеет свое такое гнусное свойство Дергает своим брыжком Ну вот эта точно умерла Уже не подергает К счастью, поэтому я Так, ну я их так на пузико Покладу Тем, чтобы уже Первое видео показать С погибшими, с монстрами Потому что Есть в интернете такая Фотография С японскими шешнями Которые лежат на пузике И они такие довольно-таки здоровые Вы знаете Мне вот интересно По этому сравнению Они здоровее Где-то на В полтора раза Вот этих наших Замечательных Украинских Шешнями Точнее говоря Европейских Вот европейских Вот в стриме Вот шоу Кто видит в стриме Вот они у меня Лежат на руке А это погибшие экземпляры Сейчас мы покажем Для записи тоже Погибшие экземпляры Специально мне пришлось Немножко уморить Самых больших Самых крупных Вот они так вот Вот это вот бедные Матки Которые здесь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Вот десяток Сейчас положим Десяток Десяток расположился Фактически На всей ладони Вот здесь и шешни Расположились на все ладони Но они как две фаланги пальца По своей длине Даже меньше Но когда она вытягивается Вот она точно Как две фаланги Потому что она когда погибает Конечно она брюшко поджимает Три стороны Так сжимаются Становится гораздо меньше Вот Показываю в стриме Для любителей ОС Что они погибшие Хорошо бы сделать еще английский Если хватит От вдохновения Настроения Чай-чай Сейчас допью И сделаю Окончание стрима О, вот так вот В ладони Вот это вот в ладони Так Шешни Которые в стриме Вот это вот погибшие самки Вот сейчас Для записи покажу Вот это вот погибшие самки Да-да-да Здесь десять Десять погибших самок Лежат на ладони Ну что ж Потом покажу еще о живых Для этого я применяю Специальные методики Я знаю как с ними общаться Не советую повторять Потому что Может наступить Эннофилактический шок Когда шешень может ужалить Как я рассказывал историю Уже в начале Шешень может ужалить И можно Может раздуться горло Может раздуться щеки Дыхание прерваться И поэтому можно попасть Реально В больницу Если не совсем Окочориться По простому Поэтому никому Не советую повторять Эксперименты шешнями В правильной Обмундировании В правильной одежде И только специалист Может с ними справиться Но вот видите Вот мы Знаем как с ними Справляться И будем стараться С ними быть Очень аккуратными И осторожными В наших Лабораторных исследованиях С тем чтобы вам Их показать Еще Более тщательно Спасибо за просмотр Надеюсь было любопытно Как нам удалось побороть И провести битву за Берлин Шешнями В селе Макаровка И напишите Если вы смотрите Из Киева Или где-то из Саратова Из Кемеровской области Из Байкали С Чукотки С Приморского края Какие у вас есть шешни Ну это особенно касается Стрима Здесь мы уже наболтали 28 минут Так Запись переключится Нет Ну хорошо Там в одном режиме Получится Какие есть у вас шешни И не дай бог Жали ли они вас Чтобы вам было Внимательно Осторожно Привет большой Пану Хайджину Пан Гайджин Пан Гайджин В Юкохане Которым я Тоже комментировал Видео Где он ловил шешни А оказалось Что это не шешни А маленькие осыпалисты Ну он купил Баллончик такой И просто их затравил А вот шешни Баллончиком Не советую Не советую Потому что шешни Быстроходные И за 2 секунды Точнее говоря За пол секунды Долетят До вашей шеи Или головы И вжалят Что мало не покажется И эксперимент Будет не очень Правильный Будет болезненный И может даже Вот такое вот оборудование Не помочь Сетка пчеловодная Костюм пчеловодный Потому что Костюм пчеловодный Очень тоненький Я вам скажу Очень тоненький Нужно специальное оборудование Так что Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Так Выключаю потихоньку Стрим Что тут на какую кнопочку нажать Завершаем трансляцию Спасибо Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Это помогает развивать видео Продвигать его вперед Это касается записи И в том числе и стрима Пока-пока Большое спасибо Комментарии О том Видели ли вы шершни И не дай бог Кусали ли они вас И Как вы с ними Осторожненько Напишите внизу В комментариях Продолжение следует На русском И на английском языке О шершнях Из Киева Монстрах Монстры у нас есть И сидят в контейнере Будем еще их показывать Так что Пока-пока Так Окей Трансляцию завершили Всего доброго Шершни Поехали в контейнер Показываем вам еще раз Напоследок Записи О Вот такие Ну При дневном свете Еще покажу Лучше Поярче будет свет Более Немножко равномерный Оп Подписывайтесь на канал Сейчас самца еще надо ловить Здесь где-то тут жужжит Это вот Видите тут Самцы гуляют Пока-пока До новых встреч